здравствуйте в студии водислав юрицын сегодня мы поговорим о китае в условиях либо же скажем после пандемии коронавируса у нас в гостях адиль каукенов востоковед директор центра китайских исследований здравствуйте добрый день уважаемые зрители добрый день влад начнем вот с таких вещей вырос довольно значительно вырос спрос на металлы в первую очередь на железо и так далее потому что китайская экономика жила вопрос почему когда все чахнут ну не конечно дохнут да но очень глава огромное количество государств переживает очень непростое время а китай он опять при всех своих карантинах вновь показывает темпы роста и вновь и готов покупать и люди туда готовы везти в чем секрет китайского экономического чуда либо скажем так китайской комиссии устойчивости но здесь действительно китае больше того на этот год он из крупных экономик то есть вы знаете да то есть понимание да что любая крупная экономика ей вообще в принципе трудно расти чем она разница да то есть чем больше у вас всего тем труднее вам расти у вас был один стул вы еще один стул сделали у вас рост сто процентов у вас миллион стульев вы делаете три стула у вас процент рост 0,005 и так далее то есть в этом смысле конечно же в этом году из крупных экономик такой вот китай единственный кто покажет рост ну там разные ему предрекают на прогнозы разные от ну где-то в районе шести среднем такие прогнозы минимальный самый такой мрачный прогноз 3 это процента то есть и действительно но это связано с тем что как мы с вами неоднократно уже обсуждали что китай просто-напросто заборол у себя пандемию и в данный момент и восстановил нормальную жизнь причем самое главное что значит нормальную жизнь имеется ввиду нормальную экономическую жизнь производственную жизнь соответственно совпало это с тем что сам так как мир весь остальной мир как раз таки наоборот никак не может перебороть последствия пандемии и но тем не менее вот этот потребность людей но каких-то вот элементарных и не только элементарных моих сложных товарах она никуда не делась вот как например почему про сложные товары но те же ноутбуки да то есть в связи с тем что весь мир перешел на дистанционное обучение то потребность ноутбука просто прыгнула до небес то есть необходимость вот эти вот ноутбуки прям вот нужно всем и здесь и сейчас и по факту один из мы практически чуть ли не единственный сейчас который может нормальном режиме их создавать ноутбуков получается примите распишитесь но тоже конечно не это для них определенный стресс том плане что ничего себе вот прям сразу вам надо завтра да то есть поэтому понятно что разбили там на очереди в первую очередь страны золотого миллиарда и так далее потом среднего и там самый бедный золотого позолоченного серебряного и медного да то есть поэтому китайская экономика получила вот такой вот неожиданный прилив то что миру надо он сам не может полноценно работать миру надо китай как всегда готов а он так как раз таки готов работать все предпри я вам напомню такая штука весной этого года когда вот только-только пандемия в китае была закончилась только-только ее сумели задушить карантинами была проблема что например запустить заводы была немножко проблема в том плане что люди же разъехались их надо обратно собрать многие там переживают а насколько это безопасно и там например были такие серьезные меры для того чтобы заставить заводы работать прям правительство там местные ну как вот акиматы да то есть губернаторы ставили задачу для бизнеса да то есть мы вот вам дам субсидируем электричество но вы должны заводы начинать вот как контролировать да что завод начал работать они же не могут вмешиваться в его деятельность но они могут смотреть сколько употреблять киловатт и вот мы хотим чтобы вы начали потреблять столько же киловатт ну или хотя бы 70 процентов от потребления которое было в прошлом году и например некоторые заводы которые не сразу запустились они шли на уловки то есть они включали вот абсолютно все там все компьютеры весь свет все лампочки и оставляли это на ночь тоже никого нет все горит ну в надежде что потому что если сейчас отказаться от этих субсидий то завтра завтра не будет их не будет и придется вот это все выплачивать это уже будет трудно поэтому то есть были даже вот такие моменты но уже к лету процесс пошел ну а сейчас честно сказать там работают четыре в пять смен то есть не дал не то что не до уловок да то есть как бы время найти как бы найти лишний час двадцать четырех часах то что называется поэтому такой вот интересный конечно получился с экономической точки зрения вот выверт о том что вы говорите да что несмотря на то что вот такой китай приносит тяжелый первый удар пандемии но тем не менее за того что он справился он по факту сейчас конец года единственный кто закончит со знаком плюс в экономическом развитии плюс например те же даже сферы которые еще пострадали но вот помните мы с вами там все выводы эти вот туристическое образовательное по здоровью да все эти тренера там и так далее так как все они вышли тоже на работу есть понятие отложенного спроса все кто не догулял ну и соскучился поэтому бросились на это дело еще раз зарплата им идет потому что заводы работают то есть вот этот круг завертелся с такой скоростью что в целом ну можно только позавидовать кажется красиво жить не запретишь но помешать можно торговая война которую сша ведет против китая и американцы же стараются вести ее коалиционно то есть то австралию подтянут то индию то европейских партнеров она какой ущерб наносит китаю на данный момент но на данный момент торговая война немножечко отошла на задний план почему потому что генерал то что называется главный генерал фельдмаршал генералиссимус трамп проиграл выборы в собственной стране хотел он ее выиграть как раз таки на базе торговой войны очень удачно создавал образ внешнего врага за счет которого он очень очень сильно хотел увидеть американских избирателей что вот единственный кто сможет вот это все провести и тем не менее все эти выборы он проиграл несмотря на то что там трамп заявляет что будет судиться все уже понятно выручки уже проголосовали идет сдача власти соответственно сейчас сша немножко нет до торговых войн поэтому какого-то там эффекта не наблюдается конечно когда байден уже полностью администрация байдена заработает будем смотреть то что называется понятно что будет пересматриваться стратегия будет пересматриваться тактика вот это вот всего вообще нужно понимать что мы теперь надо посмотреть на следующий год потому что понятно что конкуренция никуда не денется но она будет немножко теперь другой почему потому что при трампе очень часто газдеп вынужден был вот сам газдепартамент сша он вынужден был обслуживать не интересы национальные даже страны соединенных штатов он вынужден был обслуживать интересы вот такого пиара конкретно трампа да то есть вот он там какой-то экспром делает особенно то а вот там китай или там а вот там иран или еще кто-то и газдеп вынужден был под это подводить какую-то базу сейчас конечно прибавленная политика станет более ну скажем так более дипломатичной более вот взвешенной но такая более на самом деле традиционной для соединенных штатов америки поэтому подходы будут изменяться и достаточно серьезно я просто к чему говорю что байден он все за коалиционность что в отношении китая что в отношении россии что в отношении ирана он хочет возговорить большую коалицию вот здесь лежит угроза для поднебесной но по поводу коли надо вообще еще посмотреть по то что желание там коалиции это да но с другой стороны для байдена все-таки главным вот кого он видит противником для себя это все-таки не китай а россия до китай он рассматривает конкурент но в нем же он местами вот он позволяет себе там вещи что но и есть там поле для сотрудничества а в плане тех же коалиции он больше видит для по россии поэтому китай это прекрасно понимает больше того даже еще когда не было понятно выборщики еще не проголосовали китай по факту начал уже подавать там сигналы в сторону байдена да там одним из первых там его официальный представитель мида хотя это ну не совсем по протоколу но тем не менее вот он чуть заранее поздравил вот буквально один из первых кстати вот например а персидские монархии те же саудиты они например поздравили одними самых последних они вот все ждали а вдруг сейчас товарищ дональд трамп в расы вывернется ну и была такая надежда потому что они переживают заделку с ираном поэтому все вот эти вот коалиционные вещи это понятно есть но в китае есть ощущение того что все равно байден значительно лучше для них чем трамп ну и поэтому просто ожидают как вот дальше будет действовать его администрация когда европейские союзники сша по нато собирались на свой дистанционный саммит и там например одна из вещей которые они выработали это не допускать китай в стратегические сектора экономики ну пока не допускать китайского контроля над стратегическими секторами экономики стран членов нато вот настолько я понимаю природа китайских инвестиций в европу она в том что он на сотню-другую миллиардов долларов продает больше чем покупает и результату должен эти деньги во что-то тратить он покупает компании порты и так далее вот вопрос вот этот подход он сможет помешать скажем китайскому экономическому росту но он всегда был на самом деле еще событий на площади тянамэн были на китае наложены ряд санкций которые действуют до сих пор вы знаете да то есть например западные санкции они имеют свойство быть ну достаточно длинными да например поправка джексона веника да она уже советского союза нет уже там почему я наложили просто напомню для зрителей вот потому что были помехи для граждан еврейской национальности там по иммиграции в израиль вот за эти помехи была наложена вот этот поправка джексона веника ограничивающая торговлю и вот уже советского союза то уже нет уже давно все кто хотела мигрировать в израиль уже иммигрировали и даже обратно вернулись да но поправка действовала и и причем не только против россии но например к вящему нашему возмущению и против казахстана тоже да то есть вот казахстан там бился ну причем тут мы и причем и мы где евреи и где джексон и веник ну причем туда таким скрипом это удалось снять поэтому делать вид что вот эти вот все рассуждения о том стратегическом там не стратегическом что это просто вчера возникло ну немножко наивно на самом деле это очень давно еще с 90-х там очень даже например я не то что это вот в таком смысле что предприятия там не всегда анализирует хорошо помню например когда покупал IBM когда китайский дел покупал IBM это был вот 2000-х это какие-то были слушания в конгрессе как они вот рассматривали а вот точно вот покупка IBM не там подрывает ничего не издает какие-то национальные секреты США даже например когда студентов иностранных из стран ну скажем так не входящих стратегический альянс США ну той же например Россия и Китай ну или даже мы на самом деле да так как мы не являемся частью вот этого блока например когда берут на факультеты такие как там логистика нет не логистика ядерная физика все что связано с ядерным оружием там все что связано в принципе там с какими-то такими сферами вооруженного то оружие там ядерных технологий сверхвысоких технологий то там всегда внимательный есть отбор да вот есть факультеты куда там скажем вот иностранные студенты поступить не могут ну извините потому что ну вот там есть вещи которые закрыты для внешнего это при все при том что есть там ну принцип демократичности и так далее то есть имеется ввиду что в США всегда и не только США страны запада умели и умеют защищать те сектора в которые они не хотят пускать своих конкурентов тем не менее тем не менее это не помешало китаю развиться до вот текущих масштабов и оттуда кстати говоря один из таких ключевых споров между западом и китаем да то есть между США и Китаем о том что вот вы растете но вы растете как да то есть мы от вас закрываемся а вы все равно подсматриваете да то есть оттуда вот эти вот обвинения в кибершпионаже в технологическом шпионаже там промышленном шпионаже и тому подобное потому что вот мы же вас не пускаем а вы все равно вот правдами и неправдами подсматриваете там фото эти копируете и получается что вот только мы же должны делать там например продукцию а-ля iphone да то есть ну такие вот технологические а теперь в вашей компании сумели за счет навязанных каких-то правил ну и там вашей личной изворотливости производить точно так ну не точно такое же но конкурировать да то есть и человеку которого нету там ну может выбрать теперь вот я возьму вот такой телефон или я возьму такой то есть этот выбор или например то что самое главное как мы все время с вами обсуждаем конкуренция между 5g да то есть страна уже не потребитель какой-то а страна может быть кем я хочу чтоб не буду трать 5g будет мне 5g устанавливать американская компания или же будет китайская компания вот оттуда все вот эти вот споры поэтому вопрос о том чтоб не пускать он был решен давным давно и никто и не собирался пускать поэтому это просто лишний раз проговаривают чтобы не забыть да просто ну должен быть дискурс а как в плане китайской вакцины против к вида это же сегодня один из самых перспективных рынков мировых ну здесь надо заметить что на наш регион судя по всему прежде всего пойдет российская это спутник 5 активно идет от файзера и других западных компаний ну и китайская вакцина там несколько штук причем это рынок огромный это рынок большой и мы уже видим на самом деле конкуренцию теперь в вакцинную это огромные деньги естественно то есть сама вот эта вот вакцинация вот этот борьба она там будет проводиться на протяжении судя по всему 21 22 до 23 года то есть как вот рисуют эти перспективы то есть на ближайшие три года это будет вакцинация это будет огромное количество вакцин там же еще и по очереди будет на сначала там страны которые могут себе это позволить из них там те кто в первую очередь риски это все будет закупаться в рамках минздравов но это очень серьезная вот экономика здравоохранения и в ней китайская вакцина кстати говоря будет он уже она уже активно участвует в этой борьбе причем вот именно российскую то спутник то он хорошо заметен здесь на постсоветском пространстве вот разговоры а скажем немножко за пределами нашего региона они то слышат слышат но скажем так доступа и прочее там это не но немножко это экзотично все поэтому шуток много там то принял вакцину и там заговорил по-русски нал пить водку тогда как китайская вакцина с учетом влияния китая на то есть вот где его инвестиции где он или наоборот недостаток западного да то есть где он заполняет этот вакуум то соответственно там вот этот чего вы будете покупать вакцину это конкуренция не хуже чем apple huawei поэтому вообще можно даже может быть ожидать что сейчас мы услышим там что вот ну уже идут вбросы да то есть там вот там от файзеровской в рот вроде бы там кто-то там что-то умер но там понятно что информация начинаешь начитывать что ну для хайпа и заголовка про китайскую вакцину тоже там начинать то есть тут еще будет нас ждет в следующем году чудесное то что называется мир войны компроматов и не компроматов а войны вот такого черного пиара где вот эти вот фарм-гиганты сина фарм против файзера и так далее то есть будут воевать за то чтобы контракты по вакцинации заключали именно с ним но опять же да это на самом деле для нас интересно как для соседей китае как для партнеров экономических китая что китайская вакцина конкурент вот таким гигантом дать она конкурент даже не спутнику на самом деле по большому счету в мировом масштабе а западным это высшая лига да большое спасибо у нас гостях был один каукенов мы разбирались с китаем после пандемии коронавируса до свидания до свидания